69 вопросов за 3 часа и 50 минут президент Владимир Путин ответил на обращение россиян в прямом эфире. В этом году главе государства поступило более 2 миллионов вопросов. От проблем, связанных с пандемией, до различных аспектов внутренней и внешней политики страны. Владимир Путин в прямом эфире рассказал, что не поддерживает обязательную вакцинацию, но все меры в регионах принимаются исключительно в соответствии с законом об иммунизации населения. В случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей, руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой закона в 10 субъектов Российской Федерации руководители воспользовались. Это в рамках закона еще 1998 года. Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет. Впервые глава государства рассказал, какую вакцину выбрал для себя. Все-таки исходило из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться спутниками ВИИ. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутниками ВИИ, а все-таки верховный главнокомандующий. Пролонгация кредитов и снижение налоговых ставок для предпринимателей разрабатывают меры поддержки. Оставят на год и льготные ставки по ипотеке, уверил президент. Мы приняли решение пролить эту льготу. Она будет, правда, не 6,5%, а 7,5% на год. Тем, кто живет в частных домах, Владимир Путин напомнил о последней миле бесплатной газификации от общей трубы до забора. В пятерке самых популярных вопросов экономика и рост цен. Их президент объяснил ковидными последствиями, сокращением производства и рабочих мест. К 2025 году Владимир Путин пообещал привести в нормативное состояние 50% региональных дорог. Ответил президент и на личные вопросы. Например, назвал произведения, которые на него повлияли. «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, первый концерт Петра Ильича Чайковского для фортепиано с оркестром и «Сказка Колобок». На вопрос, какую страну мечтают передать будущему поколению, Владимир Путин ответил, цитата, «Важны внутренние ощущения граждан и внутренние отношения к России. Это важная гарантия того, что Россия добьется всего того, к чему стремится». Конец цитаты. Светлана Кудрявцева, События.